Девушки отдыхают Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Цель следования за Христом — это возможность делиться с другими истинной об Иисусе. Цель нашего учения — делиться знаниями с другими. Вы никогда не выучите что-то лучшее, если будете учить этому кого-то другого. Если вы в состоянии это объяснить, то вы все понимаете, а если нет, то вы понятия не имеете, о чем говорите. И далее всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Хотел бы привлечь ваше внимание особенно к последним словам, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Наверное, вам кажется, что отличить добро от зла не так уж сложно, но я с вами не соглашусь. Я хочу вам сказать, что мы постоянно изо всех сил стараемся размыть границы между добром и злом. Вы знаете, что сейчас начался сезон бейсбола, и вот они сейчас носятся по полю, и при этом стирается вся разметка. Иногда непонятно, где какая база. Они сами ходят по полю и ищут ее. Послушайте, мы живем во времена, когда люди изо всех сил стараются размыть границы. Автор послания к евреям обращается к верующим, а именно к верующим евреям, и говорит им, если вы будете делать это постоянно, вы научитесь отличать добро от зла. Я подозреваю, что мы все помним, что убийство — это плохо, прелюбодеяние — это плохо, и кража — это тоже плохо. Мы помним о десяти заповедях, но на самом деле мы не хотим видеть их повсюду. Мы не хотим, чтобы нас ограничивали эти десять моральных заявлений. Мы не хотим видеть их в обществе. Лично для меня это выглядит как попытка размыть границы. Разве нет? Ведь сейчас происходит именно то, о чем написано в Библии. Зло называют добром, а добро — злом. Сегодня нормально высмеивать христианство. Это делают и комики, и телеведущие. О нем проводят ожесточенные дебаты. Нам говорят, что один из наших лидеров безумен из-за своей веры. Нам говорят об этом по телевизору, и никто по этому поводу особо не возмущается. Говорящие это люди все еще на своем месте. А представляете, что было бы, если бы кто-то так высказался о нашей культуре, все бы возмутились и стали бы преследовать этого человека. Границы были размыты, и единственный способ для нас с вами придерживаться нашей точки зрения и помнить о том, что значит быть последователем Христа, это постоянно обращаться к истине, чтобы она стала нам близка, потому что церкви нам не очень помогают. Мы все хотим знать истину. Давайте снова обратимся к посланию к евреям. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью. Скажите на это Ани. Вы хотите получить наказание? У слов есть несколько смыслов. Наказание — это что-то извне, что приходит к вам. Мы дети, которых наказывали их родителям. Нас наказывали на дороге за нарушение правил дорожного движения. И очень редко наказание оказалось нам радостью. Именно в таком контексте это слово используется в послании к евреям. Там сказано, что Бог наказывает своих детей. Если Он не наказывает вас, Он вас не любит. Бог приносит в вашу жизнь свою власть. Это значит, что Его воля противопоставлена вашей. Когда мы становимся последователями Христа, мы учимся приносить свою волю в жертву Божьей воли, покоряясь Его наказанием. И судя по тому, какое это испытание для нас, это редко кому приятно. Но в послании к евреям сказано, что после наученном через него достается мирный плод праведности. Вы знаете, можно получить наказание, и так ничему и не научиться. Если у вас больше одного талона на превышение скорости, не поднимайте руку, потому что я свою поднимать не буду. Нас наказывают, и мы говорим, «Возможно, в следующий раз мне больше повезет». И даем по газам. Вас могут наказать, но вы в себе ничего не измените. Но есть другое наказание, тоже очень действенное. Это наказание изнутри. Мы решаем наказать самих себя. Мы покоряемся наказанием. Вы можете называть это самодисциплиной, но вам важно знать обе грани понятия наказания, чтобы понять, что это такое. Мы покоряемся тому, кто нами правит, и решаем сами наказать себя, чтобы вовремя сказать «нет». Вы должны сказать себе «нет». Счастье не купишь за большие деньги. Дело в том, что, когда мы покоряемся Божьим наказанием, наша радость и исполненность веры растут. Это не всегда приятно, но это приносит нам изумительный результат. И поэтому мы начинаем этот год с десятью мыслями, или с десятью намерениями, которые связаны с ориентацией нашей жизни в сторону Господа в течение этого сезона, являющегося сезоном обучения. За эти сто дней мы научимся сотрудничать с Господом, получать благословение и познавать Господа так, как не могли сто дней до этого, и неважно, как сильно мы пытались. Наше намерение важно, потому что если у нас нет намерения, то тогда вы вряд ли можете рассчитывать на какой-то результат. Мне нравится это время года, потому что я люблю летние овощи здесь, в Теннесси. Свежие летние помидоры, стручковая фасоль, картофель нового урожая, тыкву и кукурузу. Я аж проголодался. Но так просто овощи не получиться. Если вы хотите, чтобы они у вас выросли, вы должны вскопать землю, посеять семена, периодически пропалывать и поливать. Для этого нужно намерение. Урожай не появится, если вы просто будете сидеть дома и говорить, «Я Божий человек, и у меня есть сад». О, нет, так вы будете просто голодным Божьим человеком. Лучшие Божьи блага требуют намерения с вашей стороны, чтобы был какой-то результат. Именно этому и посвящены намерения, которые я выделил. Я думаю, они известны многим из вас. Первый из них, я собираюсь читать Библию в этом году. Если вы будете читать Библию по 10-15 минут в день, вы прочтете ее примерно за год. Мы начали в январе чтение Нового Завета, и к Пасхе уже прочли откровения. Мы прочли Новый Завет примерно за 100 дней. Кто из вас читал его вместе с нами? Это замечательно. А остальные что делали? Читали новости онлайн? Вот почему вы в депрессии. 15 минут в день, и вы прочтете Библию целиком. Именно такое испытание мы вам предлагаем. Вы прочтете Новый Завет. А это означает, что дальше будет Ветхий Завет. Конечно, вы прочли важную часть Библии, а именно историю Иисуса. Вы прочли, как Он воскрес, а теперь говорите, сейчас лето, и читать дальше совсем не тянет. Но Новый Завет нельзя понять без Ветхого. Я обещаю вам, что ценность того, что вы прочли, возрастет еще больше, когда вы прочитаете еврейскую Библию. Не бойтесь, давайте читать вместе с нами. Мы прочитаем всю Библию за год. Будем молиться каждый день. Каждый день вы будете молиться. Мы станем людьми, которые будут молиться. Мы перестанем говорить, «Я не очень-то много молюсь, пастор. У меня не очень получается». Мы перестанем так говорить. Мы не будем извинять свои действия этими словами. Каждый Божий день мы будем молиться Господу. Если вы прилегли на подушку, то вставайте. Не надо лениться и говорить, что не хотите молиться. Вы скажете, «Нет, лучше я прилягу». Если вы легли на подушку, не помолившись, вставайте, встаньте на колени у кровати, сложите руки и скажите, «Боже, спасибо за этот день. Ты дал мне сил достучаться до других. Теперь помоги мне хорошенько поспать. Я буду служить тебе и завтра. Спокойной тебе ночи». Вы будете молиться каждый день. Да, каждый день. А еще мы должны сказать так. «Я собираюсь почитать Бога у себя дома. Я собираюсь почитать Бога у себя дома. Я не просто буду ходить в церковь и сидеть там, и когда надо вставать и кивать. Я собираюсь пожать урожай и у себя дома. Я могу сесть в самолет, отправиться в Африку и возвещать там об Иисусе, потому что люди там почти не знают меня. Я просто стою за кафедрой из Библии. Они думают, что я всегда такой. Даже те, что со мной живут. Мы будем почитать Бога и у себя дома. Хватит жаловаться на то, что вам не дают почитать Бога в школе. Если вы будете почитать Его дома, то тогда ваши дети не будут видеть ничего плохого в том, чтобы почитать Его и в школе. Следующее намерение – я собираюсь почитать Бога везде. Не только у себя дома. Какой я дома, такой я и в обществе. Я собираюсь почитать Бога везде. Быть лучшим работником не только по успехам, но и с характером. Даже если в Кентукки выпадет снег, я продолжу это делать. Я не изменюсь. Я все сделаю вовремя. Я начну служить Богу, а не гнаться за повышением. Моя вера покажет, кто я в обществе. Многие этого не любят. Но я же не прошу вас забираться на стол в комнате отдыха и проповедовать. Я собираюсь почитать Бога везде. Какое же следующее намерение? Я собираюсь учить детей уважать Бога и Его народ. Если у вас дома есть эти маленькие человечки, то это ваша первая обязанность? А если нет, то вокруг вас полно других людей, которые младше вас, на которых вы можете повлиять. Знаете ведь определение? Понятие «дети у всех разные». Когда вы молодые родители, для вас дети это те, кто еще не ходит в школу и не может себя сам накормить. Это для вас дети. Но дни идут. Знаете, некоторые люди обращаются ко мне и говорят «Дитя мое». Я думаю так, ну выдаёте. Вы мне нравитесь. Ребята, вы мне определенно очень нравитесь. Я собираюсь сотрудничать со Святым Духом. Это намерение на всю жизнь. Мы в течение ста дней намеренно фокусировались на этом. Мы уже не раз говорили об этом. Давайте же поговорим об этом еще. Я говорю сейчас не об опыте. Вы скажете, я профессионально занимаюсь верой. Я родился с Вышим. Я был крещен Святым Духом. Я рад за вас. Это важно, но сотрудничество со Святым Духом означает не просто проверку своего опыта. Иисус сказал своему лучшему другу, «Вам будет лучше, если я уйду, потому что если я уйду, я пришлю вам утешителя, чтобы он вам помог». Если уж сам Иисус сказал, что его уход пойдет нам только на пользу, я считаю, что важно обратить внимание на его славу. «Скажите, Дух Святой, я приветствую тебя в своей жизни». Я пришел к выводу, что по какой-то причине мы очень мало говорим о Святом Духе. Мы говорим, я буду сотрудничать со Святым Духом, но этого и этого делать я не буду. У меня для вас новости. Он не потревожит вас. Он приходит лишь туда, где ему рады. А мы ведь считаем себя очень приветливыми людьми. Представьте, что вы идете на собеседование. Вам нужна эта работа. И вот вы приходите на собеседование и говорите, мне нравится, ваша вакансия, но вот что я делать не буду. Чтобы не произошло потом, шансы на эту должность уже убежали далеко от вас. Согласны? Итак, мы относимся к Духу Бога Живого. Я хочу сделать вам предложение. Скажите Святому Духу, «Я собираюсь с тобой сотрудничать». Кто хочет так сказать? Скажите это. Сейчас о вас как раз кто-то говорит. Но если обо мне говорят, потому что я сотрудничаю со Святым Духом, я этому рад. Я надеюсь, что они говорят о нас с вами, потому что мы тесно сотрудничаем со Святым Духом. Следующее намерение. Я собираюсь платить десятину. Знаю, о чем вы сейчас подумали. Это важно. Платить десятину значит принимать участие. Первая десятина от того, что вы получаете, принадлежит Господу. Она не ваша. Мы отдаем ее Господу. Это не просто выражение нашей благости, великодушия и щедрости. Я считаю, что 10% моего дохода принадлежат Господу. И мои великодушия и щедрость идут как раз оттуда. Первая десятина принадлежит не мне. Я не могу ничего с ней сделать. Она принадлежит Богу. Почему? Почему? Вообще в Библии сказано, что все принадлежит Господу. А мы — это Его помощники. Но мы должны научиться быть великодушными. Это не развивается само. Я скажу вам, почему это важно. Когда бизнес не идет, в экономике проблемы, а в мире застой, возможно, вы все же сможете вообразить будущее, где ваша жизнь протекает нормально. Но, друзья мои, в мире не все стабильно, и нас постоянно что-то потрясает. И вы хотите, чтобы всемогущий Бог укрепил ваше будущее. Если вы не впускаете Бога в сферу своих доходов, если вы говорите «это мое дело, а не твое», то тогда Бог никогда не поможет вам привести в порядок вашу жизнь. Я не беру, чтобы отдавать. Я отдаю, чтобы Бог понял, что я доверил Ему все, что я имею. Я учусь говорить «нет» жадности и зависти живущим во мне и научиться быть великодушным. Этому надо научиться. Если вы еще не научились этому, то вам покажется это очень странным. Вы можете захотеть уйти из церкви и станете скептически относиться к христианам. Я вас уверяю, пасторы не стремятся заполучить вашу десятину. Так происходит уже две тысячи лет. Так было в христианской церкви и раньше. Но даже если кто-то из пасторов за две тысячи лет и мечтал о вашей десятине, они нам не достаются. Я уверен на 98%. Вы знаете, я не вру. Если вы все еще не платите десятину, я хочу предложить вам начать это делать, и тогда ваша жизнь изменится. Сделайте это частью вашей жизни. Я много раз видел, как люди так делали. Следующее намерение, оно очень важно, хотя я не упорядочивал их в порядке важности. Итак, я собираюсь расти в Господе. Я собираюсь расти. Я пришел сюда не поддерживать статус-кво. В прошлом году я сделал много полезного, но в этом году я собираюсь принести Господу еще больше пользы. Я здесь не для того, чтобы составлять для вас специальные календари. Я собираюсь расти в Господе. Когда мы устраиваем чтение Библии, ко мне подходят люди и говорят, «Пастор, я прочитал Библию три раза». Мне говорят, «Пастор, я прочитал ее три раза, от корки до корки». Что вы посоветуете делать мне теперь? Прочитайте ее в четвертый раз. Всякий раз, когда вы заканчиваете ее читать, вы можете снова обратиться к словам, «Вначале сотворил Бог небо и землю» и успокоиться только тогда, когда дойдете до Аминь в 22 главе Откровения. Я также предлагаю вам поизучать и карты в ваших Библиях. Вы можете остановиться и на Откровении, но когда вы дотуда доходите, вы начинаете искать чего-то большего. Недавно я читал свою Библию. И вот что я вам скажу. Всякий раз, когда я читаю ее, мне кажется, что кто-то добавил туда еще одну страницу. В прошлый раз там такой страницы не было. Я знаю, что ее там не было. Я ее не помню. Всякий раз я читаю там о людях, о которых я раньше не знал. И это очень впечатляет меня. Я собираюсь расти в Господе. И последнее на сегодня намерение поможет нам это сделать. Я собираюсь сказать «да» тому, что угодно Богу, и «нет» тому, что не угодно. Это совсем не сложно, друзья. Я ограничен во времени. Мне приходится выбирать, кому из друзей мне уделить время. Мне приходится выбирать из-за малого количества времени и большого количества близких мне людей. Я могу дать им возможность прийти к Богу. А еще я сторонюсь мест и людей, из-за которых мой энтузиазм к божественному уменьшается. Мне приходится искать тех, кто придаст мне сил. Но иногда мне приходится проводить время с теми, кто вгоняет меня в уныние. Мне не нужна ничьей помощи, чтобы сказать «да» тому, что не угодно Богу. Это я могу сделать и сам. И когда я принял этот завет, я отнесся к нему очень серьезно. Есть места, куда я точно не пойду, потому что там не найти то, что угодно Богу. Есть люди, вещи, с которыми я не хочу иметь ничего общего, потому что они не помогут обрести мне то, что угодно Богу. Я не говорю, что у меня нет друзей, делающих что-то неугодное Богу. Они у меня есть, и я благодарен за них. Но в этом году я хочу сделать больше угодных Богу вещей, чем в прошлом году. А еще я собираюсь сказать «нет» тому, что не угодно Богу, еще более уверенно, чем раньше. Я привел вам эти намерения. Они несут с собой преображение по отдельностям. Они подобны инструментам, лежащим в ящике для инструментов, и вам нужен каждый из них. Бывают времена, когда один инструмент важнее, чем другие, но вы должны знать, как пользоваться каждым из этих инструментов. Они изменят ваши отношения с Господом. И вот, наконец, мы пройдем наши сто дней, но это не означает, что мы вернемся в начальную позицию. Аминь? Мы будем поддерживать свое развитие. Но что же делать дальше? Может, нам нужны 200 дней веры? Нет, я так не думаю. Я думаю, 100 дней вам вполне достаточно. Если вам понравится, вы можете посвятить этому еще 100 дней. Это нормально. Не обязательно начинать с января. Этот курс поможет вам достичь того, что раньше было невозможно. Мы занимаемся тренировками, муштруем себя в финансовом плане, и муштруем себя в других планах, чтобы потом быть в состоянии добиться того, чего не могли в начале наших тренировок. Это же правило действует и в духовных делах. Сначала вы учитесь и тренируетесь, а потом вы готовы действовать. Раньше вы не могли этого сделать, как бы ни пытались. Но сейчас вы думаете, я получился, и, возможно, теперь у меня что-нибудь получится. Три месяца назад я не мог пробежать километр за семь минут, но я стал тренироваться, и думаю, что сейчас у меня получится. Может, теперь получится и за шесть. Не знаю, какие у вас пределы. Вы потренировались, и теперь надо действовать. Конечно, вы не покажете лучшие в мире результаты, и все будет даваться вам по-прежнему тяжело. Но это не означает, что вы потерпели поражение. Теперь вы можете понять, чего вам не хватает, и сконцентрироваться на этом во время следующей тренировки. Если вы будете молиться каждый день на протяжении ста дней, вы научитесь воодушевлять других на молитвах. Прошло целых сто дней с момента, когда вы говорили, «Я не молюсь». Теперь вы молитесь, молитесь каждый день. Теперь вы можете пригласить помолиться с вами и других, вашу жену, детей, да кого угодно. Возможно, вы будете молиться теперь два раза в день. Да вы фанатики! Но помимо тренировок и успехов важен и еще один компонент. Ваше чистосердечие. Искренность и чистосердечие всегда идут рука об руку. Я уже говорил вам, что одного чистосердечия мало. Христиан это часто обижают. Они говорят мне, «Пастор, я пытался от чистого сердца». Я ценю это, но одним чистосердечием вы мало чего добьетесь. Если у вас есть только чистосердечие, то это подобно тому, если бы мне нужна была операция, вы бы ко мне хорошо относились, и у вас был бы острый нож. Я верю, что вы бы предложили мне свою помощь от чистого сердца, но я бы от нее отказался. Я бы лучше обратился к тому, у кого есть опыт в таких делах, кто много практиковался и действует от чистого сердца. Если у них есть опыт и практика, но действуют они не от чистого сердца, я тоже не воспользуюсь их услугами. Первый вариант — это когда у человека есть опыт и практика, а также чистосердечие и искренность. Искренность — это связь между вашими словами и тем, кто вы есть. Когда вы приходите в церковь, вы приходите туда просто, чтобы посидеть, чтобы отметиться, ваше сердце где-то в другом месте, разум блуждает, ваши страсти где-то в другом месте, но ваше тело здесь. Искренность — это значит, что все части вас связаны воедино. Нам нужно добавить к нашему учению практику и начать действовать искренне. Этому тоже учатся. Это все равно, что говорить, «Я ходил в церковь, но я не люблю христиан, потому что мне комфортнее с теми, кто ими не является». Это потому, что во мне больше неугодного Богу, чем угодного. Это мне более знакомо. Вам следует задуматься, если вам больше нравится неугодное Богу, чем угодное. Я не порицаю вас. Я хочу заставить вас задуматься о том, что дороже вашему сердцу. Все мы постепенно преображаемся. Я не порицаю вас, но задумайтесь о том, кто вы. Только учение, попытки и искренность. Мы говорили сегодня о росте в вере и искренности. И благодаря этому я всегда помню о том, что все мы зависимы от Святого Духа. Он — это наш учитель, проводник и помощник. Мы можем обратиться к Нему, если нам чего-то не хватает. И Он нам поможет и улучшит наше состояние. Давайте вместе помолимся. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты призвал нас. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух помог нам увидеть в нас то, ради чего Ты нас сотворил. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Бог. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Послушайте, как пастор Аллен Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера. Согласование вашей жизни с сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране. Послушайте, как пастор Ален Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера. Согласование вашей жизни с сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «Сто дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране.